В силу вступил новый федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о национальной платежной системе. Он предусматривает банковские механизмы защиты от переводов мошенникам. Однако обманутых ярославцев меньше не стало. В чем причина? Какие самые распространенные способы мошенничества? А какие новые? Как обезопасить себя? Об этом и не только сейчас в программе «Слово прокурору». Вас приветствует Анна Лазоркина, вместе со мной в студии Ольга Гарина, заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области. Ольга Владимировна, добрый вечер. Здравствуйте, Анна. Сколько же ярославцы перевели мошенникам в этом году? К сожалению, несмотря на все профилактические меры, которые проводятся всеми правоохранительными органами, действительно, как вы отметили, меньше обманутых ярославцев не стало. Уже в текущем году ярославцы перевели мошенникам более 260 миллионов рублей. Сумма, конечно, очень большая, и поэтому мы проводим профилактическую работу, и полиция проводит профилактическую работу также, чтобы предупредить граждан от таких действий необдуманных. Поэтому сейчас я и расскажу об основных способах мошенничества. Вот какие самые распространенные сейчас? Ну, все, конечно, знают способ выманить, так скажем, из человека деньги. Это звонок от якобы попавшего в беду родственника. Это уже довольно-таки старый способ, и он далеко уже не самый популярный и не самый единственный. Сейчас уже мошенники используют разнообразные способы, и они каждый день появляются новые и новые. И самое главное, что мошенники уже не звонят наугад, они уже прекрасно знают, кому они звонят. Они звонят точечно конкретному человеку, предварительно они собирают информацию об этом человеке. Поэтому не удивляйтесь, если мошенник будет точно знать, как вас зовут, где вы работаете, какую занимаете должность, с кем вы общаетесь, ваших, возможно, имена, фамилии, близких родственников или коллег по работе. Это все не означает, если человек называет вам все эти данные, это не означает, что вам звонит реальный человек, потому что, вероятно, ваш мошенник тоже знает все эти данные. Самым сейчас распространенным способом относятся звонки от имени руководства. Наверное, тоже вы все это слышали, что пишут сообщения, звонят от имени руководителей компаний, где работает гражданин, с разными ситуациями. Просят помочь фирме какими-то средствами или сообщат о том, что фирме проходит проверка и необходимо также помощь в переговорах с сотрудниками правоохранительных органов. Или же в фирме произошла утечка персональных данных, и теперь все данные под угрозой, нужно срочно перевести деньги на безопасный счет. Как правило, после таких сообщений и звонков на потенциальную жертву выходит сотрудник якобы правоохранительного какого-либо органа, ФСБ или полиции, или следственного комитета, и начинает уверять, что действительно, да, все это правда, и необходимо срочно произвести какие-то действия с вашим счетом или с вашими персональными данными, но ни в коем случае никому об этом не рассказывать и сделать все очень быстро. Вот самое главное, что должно насторожить в этом случае, это, во-первых, то, что вас пытаются сделать так, чтобы вы приняли решение быстро и никому ничего не говорили. Вот это самая главная схема мошенников в том, чтобы вы не начали обдумывать, раздумывать, с кем-то советоваться, поэтому они пытаются запугать и сделать так, чтобы жертва потенциально все сделала очень быстро. Какие еще есть способы мошенников сейчас самые популярные, это звонки от сотовых, от имени сотовых компаний, которые сообщают о том, что вам нужно сменить тарифный план, о том, что у вас истек срок договора. Также таким способом пытаются у вас, выманить из вас персональные ваши данные, присылают различные коды подтверждения, вводя которые вы, соответственно, потом лишаетесь денег. Мы еще раз повторяем, что договоры с сотовыми операторами, они бессрочные, они у вас не истекают. Звонят также от имени портала госуслуг, тоже популярная схема мошенничества, предупреждают якобы граждан о том, что произошел взлом личного кабинета. Опять же-таки предлагают ввести какие-либо коды или назвать какие-то либо данные. Вот во всех перечисленных случаях какие механизмы законодательной защиты существуют? У банков есть особые приметы, так скажем, такого вот недобровольного перевода. И в этом случае перевод, так скажем, замораживается, блокируется. Если это перевод с помощью банковской карты или системы быстрых платежей, то он просто не совершается, если банк видит, что это возможно перевод мошеннику. Если это перевод какими-то иными способами, то он замораживается на два дня. И в таком случае банк должен уведомить клиента о том, что клиент, наверное, совершает перевод мошенникам, порекомендовать, как в этом случае действовать и разъяснить возможность подтверждения перевода. То есть если все-таки гражданин совершает перевод не мошенникам и он в этом уверен, то он подтверждает свой перевод и, соответственно, банк его осуществляет. Если же гражданин в данном случае задумывается, что да, действительно, наверное, я перевожу что-то не туда, то просто гражданин ничего не делает, молчит. И это основание для того, чтобы банк не совершал дальше этот платежный перевод. Здесь вы можете меня спросить, этой же схемой могут воспользоваться мошенники и писать от имени банков якобы о том, что сейчас совершается мошеннический перевод. И поэтому просим вас и опять же таки ввести какие-то коды, сообщить какие-то данные. Да, такие случаи бывают, конечно. В данном случае, если вы в этот момент никакого перевода не делали, а вам начинают сообщать, что якобы ваши деньги куда-то уходят, просто ничего не делайте, никуда не звоните, никому не отвечайте. Ну, я имею в виду, не звоните, не перезвоните, не звоните, я имею в виду, с мошенниками не связывайтесь, да. Не набирайте какие-то коды, не вводите какие-то, не переходите по ссылкам. Ваше молчание, если действительно мошенники пытаются перевести ваши деньги, ваше молчание будет для банка означать, что вы не подтверждаете перевод. А как раз таки, если вы будете производить какие-то манипуляции, то вы, так скажем, поведетесь на поводу мошенников и сделайте все, как им в данном случае нужно. Поэтому еще раз мы всегда предупреждаем о том, что лучше положите трубку или прекратите переписку, если это происходит все в переписке. Дайте себе время на обдумывание. Если же вам звонят от имени вашего банка, всегда в банке есть горячая линия. Позвоните на эту горячую линию с официального сайта. Не торопитесь предпринимать какие-либо действия. А какие новые схемы мошенничества, изъятия средств дистанционно сейчас появились? Действительно, сейчас появился еще такой новый способ, который, ну, он не входит вот в эту вот схему тех способов, о которых я рассказала. И связан он с номерами телефонов, которые граждане не используют. Все мы прекрасно с вами знаем, что через 6 месяцев после того, как гражданин перестал использовать номер, сотовый оператор его передает другому абоненту. Так вот, мошенники, есть информация, что мошенники начали массово скупать эти номера телефонов, которые уже не используются, в надежде на то, что по этим номерам телефонов остались привязанные банковские приложения, порталы госуслуг, иные какие-то приложения, через которые можно перейти в личные данные человека. И поэтому мы рекомендуем, если вы не планируете пользоваться номером телефона, прежде чем, так скажем, оставить его, отвязывайте от этого номера прежде всего банковские приложения, портал госуслуг, иные приложения, из которых можно узнать ваши личные данные и перейти на ваши счета. Что порекомендуете тем, кто уже попался на уловки мошенников? Ну, это, естественно, сразу же оперативно обращаться. Во-первых, если вы считаете, что вы совершили перевод, обращаться в банк, возможно, он быстро его заблокирует. Ну, а дальше незамедлительно обращаться, конечно, в органы полиции с соответствующим сообщением. Спасибо. На мои вопросы отвечала Ольга Гарина, заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области. Это была программа «Слово прокурору». Смотрите наши выпуски в эфире городского телеканала. Запись доступна также на сайте gtk.tv и в нашем официальном паблике сети во Вконтакте. В студии работала Анна Лазоркина. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok